Сотрудники управляющих компаний ежедневно дезинфицируют подъезды домов областной столицы. Особое внимание они уделяют входным группам и местам общего пользования многоквартирных домов. На одной из таких санитарных обработок побывала и наша съемочная группа. Это дом номер 6 на улице Коробкова. С утра здесь трудятся работники местной управляющей компании. Ручки входных дверей, лестничные поручни, кнопки лифтов обрабатываются специальным антисептическим средством. Чтобы получалось быстрее, действуют две группы. Одна дезинфицирует входные двери и площадки, вторая – подъезды внутри. Сейчас у меня работники все заняты обработкой хлорсодержащими веществами подъездов и входных групп домов жилых. Ежедневно они у нас проходят инструктаж и ежедневно отправляются на жилые дома. Для обработки территории коммунальщики используют особый раствор. Для людей он безопасен, а для вируса – смертелен. Если раньше средства разбавляли в пропорциях одна таблетка на 10 литров, то теперь из-за коронавируса оно стало более концентрированным. Его разводят в соотношении две таблетки на 8 литров воды. Это состав первых хлор, то есть таблетки, содержащие хлор. Обрабатываем те дома, которые у нас нет контактеров раз в неделю, те дома, где есть контактеры через день, то есть три раза в неделю. Введение этой управляющей компании 53 дома. Все они обрабатываются антисептическим средством. При этом некоторые тверичане отмечают, что такое усердие со стороны управляющей компании им в новинку. Несмотря на все меры, предпринимаемые для недопущения распространения коронавируса, их подъезды до сих пор ни разу не обрабатывались. Что делать в этой ситуации? Этот вопрос мы задали специалистам государственной жилищной инспекции. Там посоветовали подавать письменные заявления на рассмотрение. Личные приемы сейчас не проводятся, но, тем не менее, можно обратиться к нам на сайт. Можно обратиться через государственную информационную систему ЖКХ, Дом госуслуги РУМ. Можно обратиться по почте, а можно оставить обращение в ячейке по адресу Комсомольский проспект 4, дробь 4. Обращение оставляется в произвольной совершенно форме. Главное указать адрес, что мы проведем проверку. Ведомство проводит выездные и контрольные проверки с фотофиксацией результатов работ. Проверки уже состоялись в 153 многоквартирных домах. Они будут проводиться на постоянной основе до окончания периода неблагоприятной эпидемиологической обстановки.